Добрый день! Сегодня мы ознакомимся с некоторыми возможностями сканера уязвимостей веб-приложений Irby Web Scanner. В качестве объекта исследования мы возьмем проект BWAP или Buggy Web Application. Это бесплатное с открытым кодом намеренно небезопасное веб-приложение. Проект охватывает все уязвимости из состава OVASP ТОП-10. Итак, приступим. Для эффективной работы нам необходимо авторизоваться в проекте BWAP. Для подготовки к авторизации мы будем использовать Яндекс.Браузер с дополнением Cookie Editor. Запускаем Cookie Editor и удаляем все куки. Для авторизации в проекте BWAP используется учетная запись B и пароль Bug. Открываем страницу авторизации, вводим логин и пароль и авторизуемся. После авторизации мы попадаем на страницу BWAP в портал PHP. В руководстве к проекту BWAP при автоматизированном поиске уязвимостей в качестве стартовой страницы рекомендуется использовать страницу BWAP AIM PHP. Мы так и сделаем. Перейдем на эту страницу. Открываем Cookie Editor и экспортируем куки. Полученную информацию приводим к стандартному виду куки и копируем в буфер обмена. Создаем новый проект сканирования. Наш сканер имеет несколько режимов работы. Самый простой режим это полное сканирование. Работает по принципу включил и забыл. Процесс полностью автоматизирован и подходит новичкам. Основной недостаток этого режима большое время работы. Так как этот режим достаточно прост, мы не будем на нем останавливаться, а более подробно рассмотрим другие режимы, позволяющие наиболее полно и эффективно реализовать все возможности сканера. Выбираем режим карта сайта. В этом режиме запускается паук, краулер, который исследует карту сайта. В дальнейшем карту сайта можно исследовать вручную на наличии уязвимостей и редактировать. Убрать лишние ресурсы, добавить необнаруженные страницы. Сканирование завершено. Смотрим результат. Так как в тестовых целях у нас используются уязвимости, расположенные в каталоге BWAP, для сокращения времени сканирования остальные каталоги мы удалим. Итак, после удаления излишних каталогов необходимо обновить карту сайта. Выбираем режим «Обновить карту сайта» и запускаем сканирование. Сканирование завершено. Смотрим результат. Сейчас мы имеем отредактированную карту сайта, в которой прописаны все интересующие нас страницы. Теперь запускаем режим сканера сканирования обнаруженных ресурсов. У сканера есть два режима. Сканирование обнаруженных ресурсов и быстрое сканирование обнаруженных ресурсов. В первом случае работает один поток сканирования, во втором – четыре потока сканирования. Достоинство режима быстрое сканирование обнаруженных ресурсов. Существенным сокращением времени сканирования недостатком является возможность наличия ложных срабатываний. Если вы обладаете запасом времени, мы рекомендуем вам использовать сканирование в один поток. В нашем случае мы будем использовать быстрое сканирование в 4 потока. Наше сканирование завершено. Смотрим результаты. При просмотре обнаруженных уязвимостей в закладке HTML мы видим или целиком страницу, или часть HTML страницы, содержащую фразу, свидетельствующую о наличии уязвимости. Во вкладке «Код страницы» мы видим исходный код страницы. Также имеется вкладка «Запросы» и вкладка «Информация о имеющейся уязвимости». Там расписывается сущность уязвимостей и ее партнер. Для формирования отчета по результатам сканирования мы выбираем кнопку в меню «Сформировать отчет». Отчет формируется в формате HTML. Он содержит список уязвимых страниц, а также запрос к серверу и фразу в ответе сервера, свидетельствующая о наличии уязвимости. Наш обзор завершен. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok